горим 20 января судя по бумажкам потому что не могут люди никак исправить эту дату 20 февраля у нас сегодня алексей сегодня на ваших телеэкранах телеканал тв8 никита соловьев алексей бакнарчук телепрограмма такое утро мы очень рады приветствовать вас сегодня одинаковых сларца две рубашки два торца сказал бы ты другое слово но не имеем права мы стихами будем говорить мы а вы сегодня у нас прекрасные темы для обсуждения их подготовил наш продюсер спасибо ей от сердца до земли екатерина каминская человек который придумывает все что происходит давайте узнаем ты начнешь я начну я но что мне очень нравится но начинать представьте себе что что происходит ребят мы живем прекрасное время зелененький он был просто так 6 депутатов от демократической партии во главе с адрианом канду покидают фракцию демпартии выходят из состава партии знаете билеты господа они создадут собственную парламентскую группу назовут ее сливки или тут си да среди пожелавших уйти также сергей сырбу и владимир чеботарь канду объяснил это решение несогласием с политикой которую проводят в последнее время партия он отметил что руководство дпм тайно проводит переговоры с социалистами мир министром и президентом и главное что я не знаю где она находится никто не знает при этом в эфире телеканала публика tv канду рассказал что обсудил предстоящий уход со своим посаженным отцом экс-лидером дпм владимиром плохотнюком насколько я понимаю еще не посаженным пока только разыскиваемым по словам канду плохотнюк сказал ему что не вмешивается в их дела цитата вы взрослые люди если считаете что надо так поступить я не вмешиваюсь ваша судьба в ваших руках если считаете что так надо решайтесь но не забывайте о судьбе граждан и будущем страны сказал плохотнюк канду но не сказал где он находится то есть он эти слова реально сказал мы канду да не забывайте о будущем страны если что купите квартиру где-нибудь в майами и переезжайте поддерживайте градостроительство но не нашей страны но не забывайте есть вещи на порядок выше слышишь говорят отсюда надо сваливать как здесь ненадолго то че это многоточие это многоточие ненадолго аэропорт принадлежал новому инвестору вернее на долго и недолго да российский бизнесмен андрей гончаренко решил продать свою долю авиа инвест сначала рассказал что он вложит 200 миллионов в наш аэропорт а потом сказал что пора заканчивать ребят 20 свое решение он объяснил намерением молдавских властей объединить объединить госкомпании молд аэросервис международный аэропорт кишинева и международный аэропорт маркулешты в акционерное общество аэропорты молдовы по его словам по его словам планы власти его не устраивают андрей гончаренко стал владельцем компании кросс консессионера аэропорта кишинева авиа инвест почти два месяца назад тогда миллиардер натаниэль ротшильд ставший владельцем этой компании летом прошлого года сообщил что продал свою долю в кипрском офшоре что хочется сказать по поводу аэропорта это конечно идеально и в для нашей страны по крайней мере что он находится в консессе конечно потому что он выглядит по крайней мере очень удобно и красивый как аэропорт иначе пуляштов нет наш кишиневский представляешь если бы за ним действительно следило государство но самолета и женщина на приеме паспортов она же ведется надо даже стюардесса разносит быстро не менее последнее время происходят очень странные вещи с продажей перепродажей отдачей и так далее круговорот вообще всего всего что возможно происходит в республике сейчас мы наблюдаем круговорот аэропортов в природе это очень странно на самом деле и для каждого из вас здесь на этого 8 есть место для реплики и для объяснения что ли да и не только на тв8 непосредственно на телеканале но есть место в социальных сетях обязательно забегайте туда такое . утро в фейсбуке такое утро в инстаграм что ты ведешь себя как клоун алексей я веду себя так как мне пишут в директ правильно качество продуктов которые поставляются в детские сады и школы плохое а и вообще плохого что плохого в том что плохой продукты вероятно это очень плохо я хотел другое сказать 1 кроме того более 40 столичных детсадов страдают от нехватки работников в пищеблоках как сообщил на вчерашнем заседании нацагентство безопасности пищевых продуктов зам директора олег лещенко в прошлом году инспекторы изъяли в детских учреждениях яйца рыбу около 500 килограммов готовых блюд и поехали по отмечать закуску взяли многие продукты были с истекшим сроком годности испорченные были запрещенные продукты вот это живут детсады сгущенное молоко и маринованные огурцы почему это запрещенные продукты потому что нельзя смешивать их и наверное нет нет но скорее всего там по стандартам это они плохо влияют на детские желудочки огурцы большие желудочки маленькие не помещаются чтобы избежать в будущем таких проблем вице-мэр кишинева по образованию анжела кутасевич предложила чтобы тендер на поставку продуктов в детские сады проводили не управление образования а отдельное агентство не так давно мэр кишинева заявил что главное управление образование лишат права руководить закупками продуктов питания мэр сообщил что проведет переговоры с представителями оон в молдове которые могли бы взять на себя управление закупками продуктов организация объединенных наций будет закупать продукты для наших детсадов это уж лучше чем непонятно кто закупает эти продукты которые портятся там есть скоропорты и вот эти вот прекрасные запрещеночка сгущенка и огурцы сгущеночка запрещеночка в детском саду тем не менее тем не менее воды бы еще довезли быть честное слово в детские сады питьевой я имею ввиду но и в школы туалеты например так просто предложение мы не то чтобы настаиваем но да очень хочется сходить у трехсот граждан молдовы которые живут в китае алексей есть доступ к медицинским услугам наравне с гражданами китая об этом заверил посол китая в молдове джан инхун он также рассказал что в китае заболеваемость и смертность от коронавируса постепенно снижаются дипломат подчеркнул что риск заражения коронавирусом в молдове низкий дипломат добавил есть еще пару дипломатов у вас нет дипломат добавил что посольство китая сотрудничает с министерством иностранных дел молдовы минздравом и нациоагентством общественного здоровья дипломат взял дипломат и задипломировал скороговорки они в кишиневе на улице подал иналт между улицами узинелор и отаваска подожди а я не сказал что коронавирусу нет нашей стране коронавирус не пройдет вот этого не будет без шуток на самом деле не хотелось бы не надо остановитесь стойте здравствуйте кишиневе на улице подал иналт я еще раз прочитаю начало этой новости потому что вы скорее всего забыли а я не помню кишиневе на улице подал иналт между улицами узинелор и отаваска возобновит движи возобновят движение транспорта вот покажи наконец-то покажи на карте где эта улица значит отаваска у нас вот здесь пересечения здесь бернардации налево на владимиреску 108 маршрутка пожалуйста так вот возобновят движение транспорта на этих прекрасных улицах об этом сообщил мэр столицы и он чабан городоначальник рассказал что граждане направили несколько обращений в которых они высказывают недовольство тем что часть улицы подал иналт закрыта после сильного пожара в пятиэтажном здании который произошел четыре года назад четыре года назад произошел пожар а улица закрыта до сих пор по словам городоначальника все расходы по сносу аварийного здания несет его владелец вот так прекрасно я не могу ничего добавить в этом в это да в центре кишинева ходить стало чуть проще освободился целый тротуар так как на улице вероники микли а это знаешь кто это жена а может быть и нет а может быть и нет и минеску сняли ограждение одного из зданий наконец-то забор стоял там более 20 лет ну а что и люди были бы до горела да и вынуждены были обходить этот участок по дороге сообщил современные технологии в нашем городе сообщил об этом и он чабан по словам городоначальника строительную компанию не раз предупреждали что ограждение нужно снести я прошу прощения заранее а ты знаешь что когда это делаю есть какие-нибудь слова которые мне хочется сказать в эфире телеканал tv8 в таком утре так вот почему люди в данном случае он чабан или еще какие-то начальники из примарии когда делают парк с него сносят те ограждения которые 20 лет стоят на открывают улицу настолько гордятся этим ребят это ваша работа я прошу прощения конечно но если вы построили парк класс до продолжаем движение правильном направлении нет я не знаю был бы фонтан какой-нибудь и супер классный и просто так мы решили его где-нибудь жахнуть тогда пожалуйста спортком другими словами насколько я понимаю ты хочешь сказать что мы говорим лишь ты такой молодец ты сегодня пришел на работу так классно начал вовремя супер них ты что 8 ночью ничего а катя вчера новости готовила с редактором нашей ксюши всю ночь работает и писали ну это это извечная проблема у нас много мелких проблем но не до всех доходит рука рупор рупор до молодые врачи и фармацевты которые после вуза решаться работать в сельской местности решаться мне нравится нужно иметь смелость получат более высокие пособия такой законопроект одобрило правительство согласно решению кабмина единовременное пособие для врачей фармацевтов может вырасти с 45 тысяч до 120 тысяч леев а для медперсонала среднего звена с 36 тысяч до 96 тысяч леев кроме того проект предусматривает что воспользоваться пособием смогут и выпускники вузов и колледжей которые учились по контракту колледжи это здорово на самом деле таким образом можно поднимать периферию так сказать как минимум как минимум у нас таким образом будет возможность обеспечить в селах хоть какое-то медицинское обслуживание современное ты имеешь ввиду там есть ну я самом деле там конечно обстоят дела намного хуже чем в городах браконьерская рыба алексей полным ходом продается на столичных рынках если что об этом у себя на странице фейсбуке рассказал эколог глава ассоциации защитников реки эко тирос илья трамбицкий он опубликовал фото с места торговли здесь внимание видны лохани с плотвой и лещом этих рыб можно поймать только в естественных водоемах где сегодня промышленный лов запрещен скорее всего рыбу глушит электро удочками на зимовал их ямах зимовальных почему бездействует ответственные госорганы экологически инспекторат анса и полиция задает вопрос на трамбицкий спрашивает эколог по его словам штраф за одного незаконно по пойманного леща и плотву 50 леев интересные за одного то есть это одна рыба у тебя две три пять пять пятьсот получается одну рыбу хорошая математика таком утре 8 алексей батнарчук высшая математика была у тебя в университете а у тебя университета не было интересно вы посмотреть на сопроводительные документы о происхождении рыбы которые должны быть у продавцов ни один грамотный рыбник не поверит что рыба я рыбник что рыба из прудов у вас рыба откуда из прудов а паспорт пожалуйста и рыба такая мультипаспорт лилу лилу 100 даем и уходим почему ты считаешь что рыба говорит фальцетом может она басом холодно сейчас зима лёшь и что ну и все холоднее тем ниже градус ну подходишь к лещу он все такое отойди убрал крючок этот крючок не появится я шуте красноперка какая-нибудь я лещ я лев лещ я уплываю от крючка прощай я уплываю навсегда уплываю вон туда плавником вы просмотрели концерт михаилы шпутинского и календарь ну что ж посмотрим как в этот раз отреагирует национальное агентство безопасности пищевых продуктов так как случае с краснокнижным краснокнижник вырезу вот-вот-вот краснокнижный вырезуб знаменитый о продаже которого месяц назад сообщил также илья трамбицкий продавец получил штраф и две рыбины конфисковали о по словам трамбицкого штраф за отлов и продажу вырезуба составляет 11 тысяч двести пятьдесят леев а вот это уже цена примерно пятьсот восемьдесят евро за экземпляр зачем переводим евро я не знаю тем не менее такие должны быть кому евросоюза такие вот штрафы это нормально и за плотву тоже надо брать по штукарю минимум что это за завтра у нас митинг возле парламента даешь по штукарю за плотву приходите в 7 вечера получили щас за плотву да будет он проходить ровно 10 минут семи до семидесяти вечера до семидесяти вечера семи до семидесяти вечера и мы начинаем нашу трансляцию а там еще и трансляция будет смотри по поводу верезуба я сейчас надеюсь что мы покажем краснокнижный вырезуб вообще это самая страшная рыба в днестре в мире в мире почему он есть рыба чернокнижный верезуб есть краснокнижный верезуб есть светосни и светокнижный тоже верезуб скажи мне алексей как часто ты обращаешься к психологам судя по себе тебе надо я никогда не обращался к психологам но мне надо судя по мне а почему ты не обращаешься к психологам потому что я пытаюсь справиться со своими проблемами втроем так вот дамы и господа все кто слушает и смотрит сейчас телеканал просто кто-то слушает это смотрит на самом да кто-то может кто-то нет кого-то радио кого-то телевизор и наша утренняя радиопередача такое утро на телеканале не надо справляться со своими проблемами нуждой настоятельно если вы понимаете что вы как бы не вывозить надо обращаться к специалистам и какие конкурсы очень интересные сегодня у нас гости татьяна казмак детский психолог под бурные аплодисменты и татьяна пришла сегодня одна здрасте добро утра добра утра сразу с пациентом софия очень приятно присаживайтесь чувствуете себя как дома или как в кресле у психолога если вы мне в детстве сказали что вот познакомься это тетенька сейчас тебя будет лечить ой и смотри что но на самом деле скажите пожалуйста что для меня эта профессия неизвестная то есть что такое детский психолог и чем занимается детский психолог в нашем мире в нашей прекрасной стране чем мы занимаемся всякими интересными разными делами с детками в первую очередь и с родителями обязательно так как я работаю с детьми до 10 лет чаще всего беру таких клиентов непосредственно работа с родителями потому что на детей можно воздействовать но если не быть сотрудничестве с родителями то эффекта мы получим минимум минимум или ноль что мы делаем мы работаем с разными эмоциональными сложностями поведенческими отношений отношенческими детской родительскими внутри детско коллективными вот а также работаем с родительскими чувствами сложными чувствами которые помогают сделать общение с детками более счастливыми вообще родительскую жизнь более счастливой в нашей стране какие распространены проблемы с какими проблемами обращаются в нашей стране и и отличаются ли эти проблему там общем мировых либо там наши близлежащих стран нет не отличаются потому что дети одинаковые да чаще всего приходят с вопросами про эмоции про общение ну и многое другое чаще всего эти две два направления мы работаем не общается или или не умеет не умеет общаться вот и каким образом каким образом тогда научить ребенка делиться своими чувствами ну то есть когда мама готовит обед дает мне подходит ребенок и начинает говорить о том каких а каких-то проблемах своим детским языком то как бы мама нет нет не таким тоже бывает тоже бывает мама продолжает жарить картошку в большинстве случаев ребенок хотел борщ до серьезного просто дашь не задать или выйдешь отсюда из кадра уже сегодня каким образом научить действительно ребенка предлагаю начать не с не с момента когда ребенок подходит и говорит с того момента когда приползает а еще даже лежит лежит и плачет лежит и плачет вот видишь он уже делится с тобой ему конечно после эфира себя веду конечно лежит и плачет отлично но правда дети каждый человек рождается уже с определенным набором базовых эмоций и чаще всего эмоции они демонстрируют какую-то потребность ну то есть эмоции это как признак есть какая-то потребность неудовлетворена или не до конца удовлетворена и ребенок только через эмоции честь такую реакцию он показывает что ему холодно голодно он хочет маминых папиных ласок ласки пообщаться взаимодействовать уже тогда нужно реагировать каким образом ну верить что правда ребенок чего-то хочет они игнорировать его потребности как вы научили вот этого ребенка вот так сидеть и смотреть на вас эти молчать я тебя учила скорее тут важно еще сказать такую вещь что для того чтобы научить детей эмоциям выражение эмоций пониманию нужно в первую очередь начинать с себя потому что до 4 лет дети абсолютно не могут понимать чего они там переживают они это видят только у взрослых у родителей в первую очередь если они это как-то выражают не очень правильно и корректно то и дети тем же самым способом будут пользоваться если в детстве какие-то вещи ребенок не проговаривает с родителем да то есть он не выговаривается по какой-либо из причин недослушали боится страшно непонятно как объяснить не знает так далее каким образом в дальнейшем это может повлиять на его жизнь это же может быть детской травмой или или наоборот чем-то что его разовьет в другом направлении ну про травму мы не можем говорить потому что она экологическую еда я плела там должно быть совокупность совокупность факторов чтобы это произошло чтобы травма произошла это не обязательно родители не слушает ребенка и все травма произошла нет но это может правда сказаться на эмоциональном и психологическом благополучии взрослого человека каким образом он перестает понимать доверять себе понимать себя он но перестает взаимодействовать быть в контакте с собой а когда ребенок не в контакте с собой взрослый не в контакте то он на этой почве делает разные но не хорошие вещи глупости в нашей студии человек который не в контакте с собой надевает обычно розовую рубашку и становится слева наглядный пример посмотрите про свои чувства ему расскажите про свои чувства мне молодой человек я откажем колено сломать вот понимаете почему я молчу когда у нас да не в ладах с собой все у меня нормально с собой не поверьте мне человек которому рыба жрет ноги я между прочим я между прочим обращаться к психологам свое время видно помогло 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 зачем мы принесли вот эти вот прекрасные и рисунки будете рисовать что мы принесли фломастеры и листочки для того чтобы ну продемонстрировать одну из тех не как работать с если можно поближе конечно продемонстрировать как можно работать с чувствами и это можно сделать родителям в домашних условиях что нужно будет сейчас сделать это представить представим а потом нарисовать свой страх чтобы он был с таким вот на рисунке оказался самым страшно надо это рисовать я же мы в школе на 74 странице рисовали свой страх на свой страх и риск усики там пушкина именно усики это называлось но они же пропуск дайте усики потом еще свисали из учебника в том что вы рисовали это же пропуск мы этим не будем заниматься или вы его буду я буду сначала ребенок да нарисует она нарисует объяснит скажет что она уже рисовала свой страх раньше ты рисовал свой страх нет но вообще мамы психологи со своими детьми не занимаются сапожник без сапог ну не очень у нас немного по-другому мы не имеем права это нас этическим кодексом кодексом прописано что мы со своими родственниками не работаем поэтому родственник это кто это мой родственник и сын а вот все рисовала можно вот так оставить можно вот так оставить что можно сделать но вот тем же страхом когда родители сталкиваются да это может быть неожиданный какой-то страх а может быть страх который спровождает долгое время в первую очередь необходимо ребенку разрешить бояться распространенная ошибка когда родители запрещают говорят ну не бойся ничего страшного в этом нет ну что в этом нельзя так делать нельзя потому что когда мы отрицаем страх он никуда не девается он становится еще больше плюс нарушаются отношения доверительные отношения ребенка с родителем который ребенок свою очередь думает но если они не признают мой страх значит его нужно куда-то поглубже спрятать и никому про это не говорить то есть он эти страхи они не забываются они просто в подсознании куда-то на дальнюю полочку и потом какой-то неожиданный момент добрый вечер или трансформируются в какой-то другой особенный а там фобий фобия или какие-то другие реакции поведенческие детским страхом я имею ввиду бабайки бачок волчок и волчок и откусит твой бачок петрушки или под диваном монстр это к этому тоже нужно серьезно относиться обязательно потому что если у ребенка это в голове этом скажем в психике есть то скорее всего он для чего-то там существует когда есть монстрики то похоже ребенок нуждается в чем то опять же мы про потребность да или в защите или в более таком тесном контакте с родителями чтобы они просто пообщались есть такая функция страха как почувствовать себя сильным иногда дети выдумывают себе страхи для того чтобы бороться с ними и чувствовать себя я крут я крут я смел как это же нужно поощрять такие вещи конечно нужно вначале понять чего этот страх там появится я конечно мой страх можно на секунду я конечно не психолог но мне кажется что я могу рассказать несколько вещей по поводу этого рисунка на самом деле жить и пожалуйста рисунок это мой страх это я вижу что твой страх это всех страх алексей ручка твоей получилась волосатые сосиски сможешь продать за 4 тысячи евро на самом деле как 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 так что я чего это в первую очередь мы спрашиваем самого человека а что же такое мы можем конечно интерпретировать со своей точки зрения но вы лучше знаете что это такое мой страх это вот что там типа все так вот когда страшно это вы описали свое чувство страха то есть как вы боитесь правильно да что нужно было сделать чего ты боишься алексей как вы поняли так и нарисовали окей что это означает ну что именно а там что вот вы нарисовали да если какой-то смысл какие в элементах нет это это я рисовал от от космоса страх своего чувства да да то есть как бы это не что то что можно объяснить это вот как бы эмоция которая вот это может состояние зеленый страх да похоже ли это на то что а когда вы боитесь у вас прям вы мобилизируетесь ну скорее всего то есть это очень на глубинном уровне он меня провоцирует быть еще сильнее чем я есть я так понимаю что начался сеанс ну про то что правда есть элементы которые можно охарактеризовать да но вот так как у алексея рисунок своего страха своем эмоционального состояния это немного другая техника работы поэтому первые вопросы не вопрос а такое утверждение да что похоже это вот так у вас вот но техника работы она правда на целый час нашей встречи длится продолжаем на самом деле не надо не надо мне свои страхи в лицо кидать на самом деле мы обязательно продолжим после рекламы на телеканале это 8 мы узнаем как выглядит страх никиты вы не узнаете как выглядит мой страх потому что он всегда стоит рядом со мной алексей ботнарчук пытается нарисовать мне усы сейчас здесь на телеканале тв8 в таком утре я тебе говорю лишь тебе обязательно надо обратиться к психологу пахнет хорошо сегодня у нас гостях татьяна казмак и соня которая сегодня рисует свои страхи и мы потом их будем во-первых детализировать все так понимаю во вторых объяснять и и направлять их в правильное русло правильно давайте посмотрим соня ты уже все нарисовала расскажешь как у тебя страх я я боюсь что из кровати кто-то вылезет из-под кровати и мне кажется что там чья-то пасть это вот второе это пасть и нарисовал а это кровать что это наша дверь а я когда куда-то одна остаюсь вечером то боюсь что кто-то вылезет бывало такое что уже кто-то вылазил нет еще один страх здесь развивается в прямом эфире и что же нам с этим делать давайте мы шаг сделаем назад и для чего это мы делали в первую очередь это очень полезно для детей и для взрослых увидеть свой страх и передать его через какие-то материалы его можно слепить его можно из фольги сделать а его можно нарисовать самый быстрый способ мы наконец-то поняли о чем песня его слепила из того что было я то что было это и по рисовала совершенно верно ты скорее всего из тех страхов и желаний которые у нас там в голове первый шаг который мы делаем это мы признаем страха второе это визуализируем то есть видим как он выглядит а третий шаг мы поговорим о нем и это один из достаточно важных этапов для того чтобы ребенок и взрослый чуть более осознанно к этому страху отнесся а почему потому что страхи они такие штуки интересные которые если попадают наши а бессознательные они для чего-то там нужны то есть необходимы они просто так не появляются и когда мы проговариваем их начинаем чуть больше понимать про них и зачем они есть и четвертый шаг мы начинаем более детально описывать что именно изображено случалось ли вот то что вы алексей спросили это прекрасный вопрос случалось ли такое или это только воображение если это случилось когда из-под кровати все-таки кто-то вылазил я тоже начинал описывать и один да я был не один ну про то что мы узнаем насколько это реально было если это реальная история то это одна форма работы если это выдуманная то это вообще другая а так как нам сегодня сказала что такого не происходило это скорее выдуманный такой страх но это ребенку не говорим я тебе этого не говорил доставьте эту штуку из люди в черном и щелкните ну очень бывало такое кошка вылазила из двери а ну спасть сюда вот и самый последний шаг который вы можете тоже алексей попробовать это нужно нарисовать то есть из этой картинки которые вы сделали рисовать свою радость нет нужно трансформировать вот эту картинку таким образом чтобы она стала веселой интересной в этом же рисунке это на этом же давай туда добавить такой предмет школах нужен нам как психологии и в данном случае такие методики в том числе естественно нужно нужно не только в школах но и в садах прекрасно максимально увеличить весело стало вам весело мне кажется что именно этот элемент делает эту картинку теперь приятный отлично да нам важно сейчас трансформировать таким образом чтобы эта картинка нас не пугала и в нашей голове это автоматически тоже происходит остались у меня ассоциативный ряд работает очень хорошо если возвращаться к вопросу нужно ли это в школах то правда и в садах это тоже необходимо сейчас существуют такие предметы и такие модули в школах в садах когда говорят об эмоциональном состоянии ребенка есть а национальном состоянии ребенка эмоциональным эмоциональным национальным состоянием да кстати правда есть особенность дай правильно это эмоциональное состояние мое национальное состояние совершенно верно и кстати есть разница правда но мы в это сейчас не будем вдаваться в подробности вернусь к вопросу о необходимости этих предметов. Есть модули. С детьми говорят, с детьми рисуют, обсуждают. Ведь правда? Но есть такой очень важный момент, что в первую очередь нужно родителей, либо воспитателей, учителей этим техникам обучать. А потом они это передают детям. Каким образом, скажите мне, пожалуйста, обучить людей, родителей, которые живут в нашей ментальности и которым с самых детских времен и еще дальше, родителям, не детям, говорили о том, что какая психология, какие расстройства. Иди, пулисось лучше. Хорошо, если так. Иногда некоторым людям говорили, а ну марш за фортепиано, Бетховен недоделанный. Да, например, такой. Или 10 страниц в день вслух читаем, пожалуйста, потом пересказываем. Я очень благодарен. А потом займемся твоими психологическими проблемами. Нет, я очень благодарен за это. Так я тоже благодарен за Бетховена. Я теперь умею играть на фортепиано. Молодец. Так вот, каким образом бы эту ментальность победить и сказать родителям все-таки, что, ребят, нам надо как бы с вами сначала поработать, поработать, и потом уже давайте на детей проекцировать это. Правда, это достаточно сложная штука, потому что менталитет, представление взрослых людей очень сложно менять. Но по тому, как у нас в городе обстоят дела с этим, и потому что мы замечаем, правда, взрослые или молодые родители на сегодняшний день очень интересуются и очень беспокоятся о том, об эмоциональном состоянии детей и то, как это скажется на их взрослой жизни. Почему это происходит? Потому что они осознают, откуда у меня эти проблемы, и я не хочу, чтобы это было моего ребенка. Таким образом, у нас в городе достаточно много квалифицированных детских психологов, к которым обращаются. И правда обращаются, и они не приходят один раз. И это достаточно такое продолжительное время, когда с детьми работают, по тому, чтобы налаживать вот эти вот эмоциональные состояния. Это происходит еще и потому, что сейчас у нас в 21 веке наконец-то открытый доступ ко всей информации. Но а каким образом тогда остановить поток этих прекрасных я же матерей, или мамочек, или папочек, которые в какой-то момент говорят, он упал, ударил пальчик, и у него сейчас уже все прошло. Но давайте проверьте, пожалуйста, если можно. Правда. Он вспоминает и плачет. Из одной крайности, когда вообще про это не говорили, мы перешли в другую крайность, и очень надеемся, что это правда в какой-то определенный момент сбалансируется. И это произойдет обязательно. И правда, родителям важно помнить, что из одной крайности в другую точно переходить не надо. То есть отрицать детские эмоции тоже не надо, но и сильно акцентировать внимание на них тоже не стоит. Потому что... И что они начинают этим пользоваться? Во-первых. А во-вторых, то, что... Манипуляторы такие маленькие бегают. Ну, это очень сложно говорить, что манипуляторы, но они скорее это используют в каких-то своих определенных целях. Это не специально, чтобы навредить и позлить родителей. Во-вторых, это развивает демонстративно-истерические черты характера у детей, когда... Трагедия, драматизация. И правда, с этим сложнее справиться. Либо ребенок, который смотрит на мать, которая каждые 3 секунды выкладывает его ногу, руку, лицо, еду куда-нибудь в Инстаграм, на стол и показывает о том, что в форумах, какие у нас сегодня и какие у нас вчера были, он смотрит на это и понимает, что мама у него как бы, ну... Отъехавшая. Чуть-чуть как бы у нее проблемы. И когда она тащит его куда-то в психологу, в магазин, я вижу лица этих детей, которые счастливы, что они идут сейчас, в принципе, с мамой куда-то. И из-за этого, не из-за этого ли... Вот опять же, мы за крайнести, да, говорим, что когда-то нам нас лупили ремнем, например, а здесь вот у нас возвышают нас. А он же тоже может взять поведение именно такое, скопировать поведение родителей? Конечно, конечно, может. Есть три варианта развития событий. О, хорошо, что три. Да, это хорошая новость. Первый вариант, это когда он абсолютно копирует, либо бессознательно, либо сознательно. Ну, меня били, я вырос прекрасным человеком, ну, и значит, это работает. Второй вариант, это когда меня били, но я никогда ребенка своего не трону, даже голос не повышу, даже там никакой эмоциональной травмы, там буду стараться ее не наносить, но в любом случае это произойдет. В эти случаи, получается, меня били, детей не будет. Нет, в эти случаи, когда я осознанно выбираю абсолютно другую стратегию, которая мне подходит, не лично, не кому-то, там, родителям, бабушкам, дедушкам, воспитателям, учителям, а то, что мне лично подходит. Это же самый адекватный. Конечно. И тенденция идет к этому. Класс. Ну, конечно. Мне нравится, что вы говорите. Нет, на самом деле... Это прекрасно. Я потому что хотелось бы, чтобы мы уже пришли к этой золотой середине. У мальчика открылись чувства. У меня всегда они открыты, но не для всех людей. На самом деле, на сегодняшний день, по сравнению даже с 10-летней давностью, у нас большее количество родителей, которые хотят к этой серединке прийти. И что-то для этого делать. Правда. Это, ну, моя личная статистика, ну, личная, в смысле, из профессиональной практики это так. А как объяснить... Это, слушай, как интересно-то, получается у нас. Да. Очень интересно. Да, интересно. Что ты хотел объяснить? Что-то я хотел объяснить. У меня вылетело, я тяну время, а ты никак не сдаешь вопрос. Нет, на самом деле, мне кажется, что нет смысла тянуть время. Мы должны спросить, как Соня превратила свой рисунок в не страшный. Расскажи, что ты сделала... Вчера и почему мама тебя... Расскажи, что ты сделала со своим рисунком, чтобы он был не страшным. Покажи его вот тому большому дяде-оператору. Я нарисовала и сделала улыбки. Улыбки? Да. Дверь улыбается? Да. И она не страшная? Нет. Дверь. У кровати ручки. Знаешь, дверь. А еще оранжевый цвет не всегда успокаивает. Ну что ж ты... Оранжевым цветом, то есть цветом, который тебя успокаивает. Ты даже знаешь, какой цвет тебя успокаивает. Ну спасибо, что сказала я. Я не знала. Мы расписываем... Пару мешков картошки, ой, картошки, моркови. Ну оранжевый цвет. Оранжевое солнце, оранжевое море. Пора нам спрощаться с гостями. Оранжевый чувак. Детский психолог Татьяна Козмых сегодня здесь в эфире телеканала ТВ-8 в таком утре вместе с Соней. И взрослый психолог Соня. Да, и взрослый психолог Соня. Спасибо вам большое. Было действительно очень интересно. Желаем вам отличного дня в продолжении. Спасибо вам большое. Давай пять, Соня. Молодец. Всего доброго. Молодец. Пока-пока. Всего доброго. Спасибо вам за визит. Возвращение. До свидания. Всего доброго. Ищите, ищите ту самую золотую... И обрящите. Да, ту самую золотую середину при воспитании своих детей. Ни в коем случае не применяйте к ним физическую силу. Мне кажется, что это неприемлемо. Ну, конечно. Но вообще, конечно, если вы видите, что с ребенком что-то так или не так, обращайтесь к детским психологам. Их у нас оказалось много. Ну да. Я бы хотел посмотреть на себя в детстве, когда бы меня привели к детскому психологу. Я такой, подождите, что происходит? У меня там картошка в подвале не перебранная. Я еще пшено от... Я спешу. Пшено чечевицы не отделил. Мне еще с туфелькой бегать по всему королевству, а вы меня тут к психологу приводите. Давай вернемся, Алексей, к новостям о Молдавской национальной республике. Молдавская национальная сборная по парламенту. По парламенту. И узнаем, что же происходит. Шесть депутатов от Демократической партии во главе с Адрианом Канду покидают фракцию Демпартии и выходят из состава партии. Окей. Они создадут собственную парламентскую группу. Среди пожелавших уйти также Сергей Сырбу и Владимир Чеботарь. Канду объяснил это решение несогласием с политикой, которую проводит в последнее время партия. Он отметил, что руководство ДПМ тайно проводит переговоры с социалистами, премьер-министром и президентом. При этом в эфире телеканала Публика ТВ Канду рассказал, что обсудил предстоящий уход со своим посаженным отцом, экс-лидером ДПМ Владимиром Плохотнюком. По словам Канду, Плохотнюк сказал ему, что не вмешивается в их дела. Цитата. Вы взрослые люди. Если считаете, что надо так поступить, я не вмешиваюсь. Ваша судьба в ваших руках. Если считаете, что так надо, решайтесь, но не забывайте о судьбе граждан и будущем страны, сказал Плохотнюк Канду. Не забывайте о будущем страны. Не забывай свои корни, помни. Не забывайте друзей. Не забывайте друзей. А третья строчка? Ее не будет. Не, если ты свое лицо сейчас не соберешь, я тебе твои страхи покажу на тебе. Недолго аэропорт принадлежал новому инвестору. Недолго мучилась старушка, недолго недолго планер развивал. Да. Российский бизнесмен Андрей Гончаренко решил продать свою долю в авиаинвест. Своё решение он объяснил намерениями молдавских властей объединить госкомпании Молдаэросервис, Международный аэропорт Кишинёвый и Международный аэропорт Маркулешны в акционерное общество аэропорта Молдовы. Они обратились за неймингом к Адриану Урсу. По его словам планы властей его не устраивают. Андрей Гончаренко стал владельцем компании консессионера аэропорта Кишинёва авиаинвест почти два месяца назад. Тогда миллиардер я не произносит это слово к сожалению. Застревают буквы на зубах. Миллиардер Натаниэль Ротшильд ставший владельцем этой компании летом прошлого года сообщил, что продал свою долю в кипрском офшоре. Киприотские офшоры получайте вы отшора. Не ожидал, что я спою такую песню. Но это неожиданная песня на таком утро. А у нас их знаешь сколько? Две. Просто две. Мог бы хотя бы добавить еще несколько. Две три. И шесть. Две-три песни. Пальчиковая терапия. Качество к проктологу Алексею. Да, кукольный театр вспоминается. Итак, качество продуктов, которые поставляются в детские сады и школы плохое. Вот такие новости. Кроме того, более 40 столичных детсадов страдают от нехватки работников в пищеблоках. Я бы даже назвал нищеблоки это. Как сообщил, а нищеблоки это вообще у нас половина государственных учреждений. Да, да. В том числе и тех, в которых работаем мы. Как сообщил на вчерашнем заседании Национального безопасности пищевых... А мы же работаем в государственном учреждении, Алексей. Я работаю в государственном учреждении. Где? Там. Там за туманами песни мы пели вам. Песни и пьяные. Это так в гараже с колодками. О, вспомнил. Молодец. Ну, там же группа Любе. По-любе. Так вот, можно я закончу? Наконец-то. Надеюсь. Так вот, на вчерашнем заседании Национального безопасности пищевых продуктов... Вы кто? Я представитель Национального безопасности пищевых продуктов. Можно я закончу? Это первая строчка твоей автобиографии. Это так будет называться мой первый музыкальный альбом. Видеоальбом. Видеоальбом на ВХС-камере. Мы закончили с этой новостью. Спасибо. Дополни ее, пожалуйста. Плохое качество питания в детских садах. Воды там тоже нет. Все это конфисковывают, на самом деле. Истекший год срок годности. Запрещенные продукты в виде малосольных огурцов и сгущенного молока. Не надо так делать. Суть новости в том, что мы хотим, значит, у нас... Вы закупали это все. Чтобы закупали это все не управление образования, а отдельные агентства. Или предложили представителям ООН в Молдове этим заниматься. Вернее, предложили. Чтобы они бросили свои дела в ООН и стали заниматься нашей едой. Бросили, просто помогли. Я думаю, что это правильное решение. Вот, посмотри, на экране еда, я еще не завтракал, и у меня сосет под ложечкой. Это ты будешь рассказывать уже не в этом эфире. У 300 граждан... Что их делать, а там сосет? У 300 граждан Молдовы, которые живут в Китае, есть доступ к медицинским услугам точно таким же, как и граждан Китая. В этом заверил об этом и в этом заверил посол Китая в Молдове Джан Инхун. Он также рассказал, что в Китае заболеваемость и смертность от коронавируса постепенно снижается. Дипломат подчеркнул, Леша, что риск заражения. Дипломат подчеркнул, что риск заражения коронавирусом в Молдове низкий. Дипломат добавил, что посольство Китая сотрудничает с Министерством иностранных дел Молдовы, Минздравом и Национальным агентством общественного здоровья. Может быть, мы поговорим о прибыли? Может быть, поговорим о прибыли, но я бы хотел поговорить про рыбку. Давайте про рыбу. Хотелось бы рыбку съесть. Драконьерская рыба полным ходом продается на столичных рынках. Как говорится, и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Да. Об этом у себя на странице в Фейсбуке рассказал эколог и глава Ассоциации защитников реки Экотирос Илья Трамбицкий. Сосас. Он опубликовал фото с места торговли. Итак, фото с места торговли. Вашему вниманию представляются лохани с рыбой. Это не красноперка, разве? Здесь видны лохани с плотвой и лещом. Этих рыб можно поймать только в естественных водоемах, где сегодня промышленный лов запрещен. Скорее всего, рыбу глушат электроудочками на зимовальных ямах. Почему бездействуют ответственные госорганы? Экологический инспекторат Анса и полиция спрашивает эколог. По его словам, штраф за одного незаконно пойманного леща. Поймал одного леща, подставь другую щеку, как говорится. Был у нас один тут чайчик, поймал леща тоже, да. Ну да, можете писать ему. Так вот, штраф за пойманного леща и плотву 50 леев. Очень маленький штраф. За очень большую рыбку. Интересно бы посмотреть на сопроводительные документы о происхождении рыбы, которые должны быть у продавцов. Ни один грамотный рыбник, наверное, я наконец-то понял, типа, есть грибник, есть рыбник. Рыбник, мне кажется. Не знаю. Ресторанчик, поплавок. Рыбников пел. Так вот, ни один грамотный рыбник не говорит, что рыба из прудов. Без электроудочки не вытащишь рыбку. Застенчивая рыба. Прорубь. Прорубь. Застенчивая прорубь. Значит, мне плавником. Сны рыбака. Ну что ж, посмотрим, как в этот раз отреагирует нациоагентство безопасности пищевых продуктов. Так как в случае с краснокнижным вырезубом. Ага. Один из них в эфире сегодня. Да, слева. Продавец получил штраф, и две рыбины конфисковали. По словам Трамбицкого, штраф за отлов и продажу вырезуба составляет 11 250 леев за экземпляр. Не вылавливайте такую рыбу, если вы ее выловили, то хотя бы пощадите красную книгу. Возьмите плотву, она дешевле. Да вообще можно рыбу покупать просто в специализированных магазинах. Зачем на рынок бегать? На рынке дешевле. Пеш-ТВ? На рыбке дешевле. На рыбке дешевле, на рынке дешевле? Тогда ладно. А ты знаешь, что? Там еще можно запрещенку купить. Во-первых. Вырезуба. Это ты про свои закладки, я знаю. А во-вторых, там как бы можно еще скинуть цену. Можно, можно торговаться, можно сказать, я за этого вырезуба даю 11 150 лей. Она говорит, мужчина, так берите два. Скидка. Да. И вот вам красная книга в подарок. Распишитесь, оставьте отзыв. Давай перейдем лучше к новостям зарубежным. зарубежные новости. Так я знаю. Я всегда сам объявляю. Закордонные новости. Будьте. Закордон. Уезжает Владимир Закордон. Там уже. В Майами дом построен люди и этажи. На четвертом этаже. На четвертом этаже. На седьмом этаже. За семь часов счастья. Спасибо тебе. Вот три тебе ляма. На круизном лайнере Diamond Princess стоящем в порту Ио Когамы сняли двухнедельный карантин по коронавирусу. Лайнеры начали покидать пассажиры, у которых не обнаружили инфекцию. Первая группа составила примерно из 500 человек. В основном из пожилых людей. Позднее на берег сойдут люди с отрицательным результатом на коронавирус. Ожидается, что все пассажиры покинут судно к завтрашнему дню. Эвакуация пассажиров с лайнера началась в понедельник. Тогда борт покинули американцы, которых после вращения, возвращения, после вращения, а потом еще и после возвращения в США поместили под новый двухнедельный карантин. Что, ребят, как там на Diamond Princess? Да, да. What's good? Проходи. Nice, please, welcome. In our quarantine zone. Аналогичные меры приняли. Бабушка из Чедерлунги вышла, пошла на рынок за березубом. Аналогичные... Забери зубы, это сынок. Аналогичные меры приняли власти Австралии и Канады. Diamond Princess попал в карантин 5 февраля, после того, как у пассажира из Гонконга выявили вирус. Всего на борту находилось почти... 4 тысячи человек, среди них двое граждан Молдовы. Распространение новой коронавирусной инфекции началось в декабре. В Китае, по последним данным, общее число заболевших в мире превысило 75 тысяч человек. На самом деле, новость тоже приятная. И следите, пожалуйста, все за своим здоровьем. Не помните о том, что каждые два часа, если вы носите маски, нужно их менять. И коронавирус в нашу страну не попадёт. А мысль материальна, поэтому думайте. Даже если эти маски психологические, тоже меняйте их раз в два часа. Рекомендуют психологи. Забери зубы, сынок. Разводы сотрясают королевскую семью Британии. Понял? Разводись. Племянник королевы Великобритании Елизаветы II Дэвид Армстронг Джонс объявил о разводе со своей женой Сиреной после 26 лет брака. 26 лет. 26 лет. Сирена. Норма. Да, больше не выдержал. Официальный представитель супругов заявил, что они расстаются по обоюдному согласию и просят прессу уважать их личную жесть. Жизнь, простите. Джонса женился на англо-ирландской аристократке Сирене Стэнхол в 1993 году. У нас есть запасы личного золота, личной жести, полого. У пары есть, знаешь что? Ну-ка. У пары есть 20-летний сын Чарльз и 17-летняя дочь Маргарита, как ее называют сверстники Маргарет. Объявление графа и графини Сноудон стало второй за неделю новостью о разводе в королевской семье. Мне кажется, они хотят, что баба Лиза просто ушла. Да, бабушка хватается за сердце и говорит, заберите зубы, не разводитесь больше. На прошлой неделе старший внук Елизаветы Второй Питер Филлипс сообщил о расставании с женой Отем. После... Отем это осень по-английски. После 12 лет брака. Отем, полцем, 20. Отем. Пара решила расстаться для сохранения дружеских отношений, потому что, если бы они остались вместе, дружба бы нарушилась. Порадуемся. Нарушилась, знаешь чем? Детородным органом. Обычно так портят дружбу. Пара решила расстаться для сохранения дружеских отношений в интересах своих дочерей, 9-летней Саванны и 7-летней Айлы. В Саванне расстались родители. В Саванне кричали мы Айла. Правительство Гренландии планирует продавать... что Айла это остров в Ирландии, а Саванна это Саванна. Просто дети природоведения. Я хочу тебе рассказать, что у моей знакомой есть племянница, и у нее есть два человека в детском саду, которых зовут Сармос и Джетуса. А вместе это Сармези Джетуза. О чем мы можем говорить? Правительство Гренландии планирует продавать воду из тающих ледников. Ушел оператор просто вышел домой тающих ледников коммерческим компаниям. Об этом рассказал министр энергетики Гренландии Иес Саванне. По его словам, на экспорт талой воды выписано 16 лицензий. Он сказал, цитата, мы, конечно же, знаем, что изменение климата способствует таянию льда, но оно также приводит к дефициту воды в мире. По его словам, была проведена предварительная проверка жидкости, и, судя по данным проб, она подходит для употребления. Таким образом, Гренландия будет способствовать понижению уровня мирового океана. Молодцы, гренландцы, тает лед, между нами тает лед, мы продадим этот лед вам в рот. Мы нальем этот лед вам в рот. Вот 16 вам лицензий. Понимаешь, им 16 лицензий на таянию льда легче выбить, чем нам на постройку забора. Чем нам на поднятие зарплаты на ТО8. Нормальная у нас зарплата на ТО8. Зарплата у нас нормальная, но не у всех. Ладно. Такое утро, такие увольнительные. Я ухожу в самоволку. Самовар, правильно говорить. Смотрите нас в Фейсбуке, подписывайтесь в Инстаграм, ставьте лайки. Помните, что розовое и голубое может вам понравиться в этой жизни. Каким образом, решайте сами. Алексей. Субтитры сделал DimaTorzok Одежду ведущих предоставила сеть магазинов Коллинз. Добавил субтитры сделал DimaTorzok